Уважаемые дамы и господа, наш турнир продолжает 6-ти раундовый бой в суперлегчайшем весе до 55,2 кг. Встречайте в синий угол ринга бойца из России, город Каспийск, Мурат Арсланов! Следующий бой программы, дорогие друзья. Первый полулегкий вес весовой категории до 55,3 кг. Мурат Арсланов из Каспийска, боец, который в Екатеринбурге выступал достаточно часто за свою карьеру. 8 побед на его счету, 4 нокаута, 3 поражения. Одно единственное поражение досрочное. Карьеру Мурат Арсланов начал в апреле 2015 года, но вот последний поединок, к сожалению, для себя проигрывал. Он проиграл Денису Лашину большинством судейских голосов. Три поражения подряд в карьере у Мурата Арсланова. До этого сугубо победа, причем была пройдена опытная позиция. Проходил он Рауфа Агаева, азербайджанского боксера. Проходил Андрея Исаева. И тогда, победив Исаева, взял пояс WBC в РАЗе Pacific Boxing Council. Да, вот такой титул региональный. В общем, очень важный бой для Мурата Арсланова в психологическом плане. Нужно выигрывать. Нужно выигрывать и прерывать эту череду поражений в своей карьере. А вопрос, удастся ли, мы очень скоро узнаем. Прослые голые, приглашается его соперник из Узбекистана, город Ташкент. Сардор Музафаров. Сардор Музафаров. Очень такой мощный парень из Узбекистана. Метр семьдесят один рост. Очень боевитый. У него одна победа и одно поражение. Поражение он проиграл. Причем Александру Крашенинникову, раздельным решением судей, в очень близком поединке был очень недоволен поражением. Поэтому Сардор Музафаров тоже замотивирован предельно. Я очень надеюсь, что нас ждет, на самом деле, хороший конкурентный матч. Как говорится, да, обоим бойцам отступать некуда. И каждому из них победа нужна по зарез. Да, Сардор Музафаров мне в прошлом поединке, кстати, понравился. Он очень неплохо тогда Крашенинникова нагрузил. И действительно, бой был очень близким. Представление бойцов. Слушаем. Представляю вам соперника. Седьмой клуб боец из города Каспийск, Россия. Ему двадцать шесть лет. Рост сто шестьдесят девять сантиметров. Вес пятьдесят шесть килограммов. Девятьсот граммов. Профессиональный рекорд. Одиннадцать боев. Восемь побед, четыре одержаны нокаутом. Три поражения. Бурат Арслана. И его соперник. Красноуглубец из города Ташкент, Узбекистан. Ему двадцать два года. Рост сто семьдесят один сантиметр. Вес пятьдесят семь килограммов. Профессиональный рекорд. Два боя. Одна победа, одержаны нокаутом. Одно поражение. Сардор Музафара. Префери Виктор Кванин. Опасно головой не идем. Ниже пояса не бьем. Слушаем мои команды. Я желаю вам удачи. Пошли руки. По углам. Красный угол готово. Итак, начинается поединок. Красный угол готово. Возраст, рост, вес боксеров на ваших экранах. Их профайлы также. Смотрели, пожалуйста. Первый раунд. Первый раунд начинается поединок. Различать боксеров, наверное, легко. Более смуглокожий и повыше ростом это Сардор Музафаров. И посветлее и с бородой это Мурад Арсланов. Пошел вперед Мурад Арсланов. Да, очень неплохо. Темпово начинает. Ну, а Сардор Музафаров, он такой, где-то может быть с лову стартер. Он достаточно медленно раскачивается. Но уж если раскачается, то... Ох опасно попал сейчас Мурад. Такой плотный боковой справа через руку достиг цели от Мурада. Вот, смотрите, работает очень-очень много. Выбрасывает ударов Мурад. Видно, что очень сильно настроен, серьезно. Ну, и Сардор Музафаров спать в ринге некогда оказалось. И вынудил его, Мурад Арсланов, к активным действиям. Обычно Сардор, он так присматривается первый раунд, а потом начинает включаться. Здесь мы видим, что сразу с места в карьер пошел бой. И у нас такой размен в центре ринга. Ни один из бойцов не планирует уступать. Не-не-не, ни в коем случае. Мурад Арсланов понимает прекрасно, что соперник у него. Очень серьезный, да. И смотрите, так раз за разом идет в атаке. Да-да-да, все, 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 Мурад. Молодец, вот сразу начинает. Ну вот, смотрите, опять попытался попасть навстречу Мурад Арсланов, но там успел убрать голову Сардор Музафаров. Вот, смотрите, работа Сардора Музафарова. Взял небольшую паузу Мурад Арсланов, но вот сейчас запустил он боковой по корпусу. Хороший удар по туловищу мы видим от Сардора. Да, Сардору... Смотрите, оба из бойцов вкладываются. Никто не бьет таких легких ударов. Каждый вкладывается в каждый свой удар. Да, Сардору нужна эта победа. Не меньше, чем Мураду Арсланову. Мы об этом уже говорили. И он постарается сделать все для этого. И мы видим, да, что пошли боковые. И начал перехватывать Сардор Музафаров. Атаки своего соперника. И так достаточно жестко несколько раз встретил Мурада Арсланова. Ну и вот так начал даже немножко взвинчивать темп сейчас Музафаров. Ну он принял, так скажем, правила игры, которые ему предложил Мурад Арсланов. И показывает, что готов... Ох, попадание! Да! Это нокдаун! Тяжелый нокдаун, да! Тяжелый нокдаун в первом же раунде. Сможет ли подняться. Ну тяжело, тяжело встает Мурад Арсланов. Есть еще у него немножечко времени. Достоит ли до конца раунда? Нет! Виктор Панин решил, хватит! Ну действительно очень тяжело поднялся Мурад Арсланов. Вот так вот, дорогие друзья. У нас победа нокаутом во втором раунде. Сардор Музафаров забирает так необходимую для себя победу. Мурад Арсланов оказался на конвасе Мурада Арсланов. Там даже было видно, как очень тяжело Мурад упал. Ох, там срубил просто, срубил в каемочку, боковым, в челюсть. Бам! И привет. Ну еще добавил потом. И Мурад еще, по Мураду еще добавил Сардор. Мураду мы желаем скорейшего восстановления, выздоровления. К сожалению, для себя он потерпел поражение. Ну а Сардор Музафаров подтвердил репутацию очень крепкого, настырного бойца. Мы видим, да, доволен, конечно же, и тренер Музафарова. Но сегодня большая узбекская бригада у нас. Намин Джон Эсманов. Это тренер и, как бы, руководитель этой команды, который очень хорошо приводит к нам бойцов, очень интересных и зрелищных ребят. Следующий бой, кстати, тоже с участием узбекского боксера Равшанбеку Мурзакова. Очень рекомендую обратить внимание на этого парня. Это настоящий киллер. Он одним ударом слева по корпусу решает все вопросы. У него две победы, две победы нокаутом, но про Мурзакова позже пока же официальное объявление победителя. На второй минуте 45-й секунде первого раунда победу техническим нокаутом одержал Сардор Музафарова. Еще раз наши поздравления Сардору Музафарову и уважения Мураду Арсланову. Сардор Музафарова